Добрый день! Кроме того, активное участие в конкурсе приняли не только те, кто трудится в Москве и в Санкт-Петербурге, а всего подали заявки жителей из 26 регионов страны. Две трети, кстати, от общего числа российских заявок поступили именно оттуда. Все они были представлены на суд независимого жюри, в состав которого вошли представители крупнейших медиахолдингов, телеканалов, информационных агентств и деловых изданий. Это Олег Доброзеев, гендиректор ВГТРК, Илья Даронов, управляющий директор телеканала РБК, Александр Жаров, гендиректор Газпром Медиахолдинг, Кирилл Кременов, заместитель гендиректора директора информационных программ Первого канала, Андрей Кондрашов, гендиректор ТАСС, Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», Ирина Казмина, исполняющая обязанности главного редактора газеты «Ведомости» и Елена Березина, заместитель главного редактора российской газеты. Главная идея самого конкурса «Энергия пера» — это, конечно, поощрить журналистов, которые освещают эту тему. Энергетики, причем с очень разных сторон. И сейчас я приглашаю к микрофону Александра Валентиновича Новака, заместителя председателя правительства Российской Федерации. Александр Валентинович, вам слово. Добрый день, уважаемые друзья, участники конкурса. Во-первых, я хочу от правительства Российской Федерации от себя поблагодарить всех участников и всех журналистов, представителей средств массовой информации, кто освещает тему энергетики. На мой взгляд, это очень важная история, потому что энергетика занимает ключевое место в экономике нашей страны. Наша страна, как вы знаете, является мировым лидером энергетическим. Сегодня мировые энергетические рынки переживают трансформацию, непростой период, четвертый энергетический переход так называемый. И, конечно, важно следить за тем, что происходит в мире, что происходит в нашей стране с точки зрения развития, трансформации энергетики. И я еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы уделяете этому огромное внимание, посвятили свою работу освещению энергетической отрасли, что вы принимаете участие в конкурсе, проявляя свой профессионализм. Хочу поблагодарить, безусловно, и организаторов этого конкурса, поскольку мы уже не первый год проводим это мероприятие в рамках российской энергетической недели. Дмитрий Сергеевич, вам огромное спасибо, что вы от администрации президента и лично выделяете внимание этому конкурсу. И, конечно, членам жюри, нашим мэтрам средств массовой информации, которые также принимают участие в этом конкурсе в качестве тех, кто оценивает представленные работы. Потому что это тоже непростая работа, но очень важная. Друзья мои, еще раз хочу сказать вам огромное спасибо, пожелать вам удачи. Вы большие молодцы, профессионалы своего дела. И мы рады такому взаимодействию, которое сегодня у нас происходит. Надеюсь, что эта традиция и дальше будет активно продолжаться, поскольку, мне кажется, что это очень важно для нашей энергетики и для средств массовой информации тоже. Спасибо вам. Спасибо, Александр Валентинович. Пресс-секретарь-президент Дмитрий Песков. Дмитрий Сергеевич, вы не входили в члены жюри, в состав, но уверена, вам есть что сказать. Ну, собственно, не входил только потому, что не пригласили. Это вопрос к организаторам, сейчас мы его зададим. Дорогие друзья, для меня большая честь финализировать процесс, связанный с еще одним конкурсом. Еще один год прошел. И все, что связано с ТЭК, по-прежнему является одним из главных драйверов, который определяет все в этом мире. И очень многое в нашей стране. Это действительно так. И наш топливно-энергетический комплекс, это нужно признать, еще один весьма и весьма турбулентный год провел на отлично. Несмотря на все именно турбулентности, именно вызовы, кризисы, на международных рынках наша отрасль сохранила свои позиции. Мы не только сохранили все механизмы координации с партнерами по глобальным рынкам, но и приумножили эти механизмы. И Александр Валентинович, здесь его роль очень трудно переоценить. А именно эти усилия на международных рынках, они являются залогом того, что эти рынки сохраняют стабильность в то время, когда вокруг все бушует. Несмотря на все вызовы внутри страны, ТЭК остался абсолютно надежным, предсказуемым. Он сталкивается постоянно с проблемами, но доказал свой потенциал эти проблемы решать. Решать эффективно, если надо, жестко, но всегда непременно с положительным результатом. И, конечно же, я хочу поздравить всех журналистов, которые не жалеют своего таланта для того, чтобы описывать происходящее в ТЭКе. Не останавливайтесь. Я, во-первых, поздравляю всех победителей, конечно же, пользуюсь случаем. Но и желаю вам не останавливаться, идти дальше. Уверен, что жизнь будет нам преподносить новые вызовы. И уверен, что наш ТЭК будет дальше с ними блистательно справляться. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Да, попрошу вас тоже остаться здесь. Мы сейчас уже начнем церемонию награждения. Но прежде слово еще хочу предоставить Сергею Брилеву, президенту Ассоциации глобальной энергии, опытному журналисту, моему коллеге. Давайте как с организационного вопроса начнем. Дмитрий Сергеевич говорил, не пригласили. А был бы конфликт интересов. Он же энергайзер. Что ему делать в Риме? С названием энергии. Друзья, сегодня мы вручаем премию нашим замечательным коллегам. Завтра мы вручаем большую премию глобальной энергии, которая в этом году, в год своего 20-летия, установила исторический рекорд. У нас есть заявки, были заявки, потому что уже определены победители, из 48 стран. Это четырехкратный рост в сравнении с приходом нового менеджмента, несмотря на все геополитические потрясения. И залогом этого является в том числе наша ориентация на то, что пишут наши коллеги, которые, естественно, обращая внимание на политические пертурбации, зигзаги, особенно это касается, конечно, номинации, где работают информационные агентства. Тем не менее, выдержали класс и в России, и по всему миру, те, кого мы считаем победителями, выдержали класс неполитизированного, спокойного и профессионального освещения этой тематики с особым ракурсом и акцентом на интересы наших обществ. Я совершенно не боюсь в данном случае прозвучать пафосно, потому что это так. Те ребята, кто победили, особенно из российских регионов, они про очень практические вещи, которые происходят каждый день, и это дорогого стоит. И буквально две технические ремарки. Во-вторых, Александра Суворова очень скромно себя повела, не представившись, она ведь у нас победитель гран-при прошлого года, поэтому ее попросили провести эту церемонию. И такая техническая сноска. В числе победителей в номинации «Лучшая пресс-служба» вы по определению не увидите пресс-службы трех организаций. Это «Газпром», это «Сургутнефтегаз» и это «Россети». Почему? Потому что именно эти три компании являются членами Ассоциации глобальной энергии, они финансируют и Большую премию, и помогают нам с организацией этой премии. И они очень скромно и благородно вывели себя за скобки этого конкурса, позволив выиграть его другим своим коллегам. За силу начинаем. Спасибо большое. Спасибо. И сейчас пара слов о том, как будет проходить сама церемония. Я буду называть номинацию. По очереди буду просить Дмитрия Сергеевича и Александра Валентиновича, вручаясь, сами призы. А всех коллег будет просьба проходить, фотографироваться очень коротко и уходить обратно. Ну что, поехали? Итак, первая номинация. «Лучшая статья об энергетике в федеральной прессе». Предлагаю начинать с третьего места. Полина Смертина, «Коммерсант». Спасибо. Второе место. Валерий Воронов. Известие. Спасибо. И первое место в этой номинации Сергей Тихонов, «Российская газета». Спасибо. Далее вторая номинация. «Лучший региональный материал в прессе». Также третье место Юрий Банько, специальный корреспондент в Мурманске, «Нефтегазовая вертикаль». Спасибо. Спасибо. Второе место Юлия Котышева, «Федерал пресс», «Иркутская область». И первое место Ольга Ведерникова, «Комсомольская правда», «Барнаул», «Алтайский край». Третья номинация. «Лучшая статья об энергетике» от информационного агентства. Третье место. «Интерфакс». Анастасия Волкова. Спасибо. Второе место Дарья Семенова, «Реа Новости». Спасибо. И первое место Екатерина Чубан, «ТАС». Четвертая номинация. «Лучший телеграм-канал Блог об энергетике». На третьем месте Валерия Княгинина, «Гэс энд Мани». Спасибо. Второе место Алена Киселик, «Высокое напряжение», но, к сожалению, она присутствовать сегодня не может и будет ее коллега получать за нее награду. И первое место в этой номинации Владимир Пучнин, «Нефсебаза». Спасибо. И уже переходим к пятой номинации. «Лучшая пресс-служба в энергетической отрасли». Также начинаем с третьего места. Надежда Рукина, «Т-плюс». Спасибо. Второе место Андрей Тимонов, «Росатом». Спасибо. И первое место в этой номинации Олег Брокаренко, Ольга Гаркова, «Газпромнефть». Шестая номинация. «Лучший региональный сюжет на телевидении». Третье место Патимат Бурзиева, «РГВК Дагестан», но победитель не сможет сегодня присутствовать лично и награду получает Айшат Гусенова, заместитель генерального директора. Второе место Александра Проскурина, «Кубань», «24К». Спасибо. И первое место в этой номинации Елена Белкина, Сергей Корнаков, «ГТРК Мурман». Спасибо. Переходим уже к седьмой номинации «Лучший сюжет об энергетике на федеральном телевидении». Итак, третье место Ольга Воронянска, «Лайфдог». Спасибо. Второе место Елизавета Хромцова, «Россия-24». Наша коллега сегодня не может здесь присутствовать, и Анастасия Ефимова заберет приз. Спасибо. Если что, проконтролирую, Настя донесет или нет. Первое место в этой номинации Эдмунд Желбунов, НТВ. И сейчас внимание на экраны. Это лучший материал об энергетике из зарубежных стран. Будет сейчас у нас здесь фотографии с именами. По уважительным причинам коллеги не смогли присутствовать, но, я думаю, мысленно не с вами. Итак, третье место, а вы далеко не уходите, Натя Сергеевич, Александр Валентинович. Третье место Амин Байнат Гарк, Индия. Ширли Акоста Личера, Моника Варгас, Леон Колумбия. И Паулина Ангаджин из Кении. И сейчас, Дмитрий Сергеевич, сейчас попрошу вручить следующую номинацию. Это гран-при конкурса за острые вопросы и глубокую экспертизу событий ТЭКа. Кирилл Позняков. АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляем. Но мы еще продолжаем. У нас есть еще и несколько специальных номинаций. Ни для кого не секрет, что в последние годы энергетический сектор становится не только более эффективным, но и более также экологичным. Бережное отношение к окружающей среде – это важнейший показатель энергетики 21 века. И именно сегодня мы хотим отдельно отметить сотрудников медиасферы, которые освещают экологическую повестку. Итак, в номинации за популяризацию проекта в сфере ESG и продвижение принципов устойчивого развития награждается Управление информационной политики компании ТАТНЕВС. Приглашаем начальника управления Алпарову Айгуль Александр Валентинович. Вручайте. Далее. В специальной номинации от Оргкомитета Восточного экономического форума за режиссерскую работу над фильмом «Мировой». Вот этот раздел 2023 и особый вклад в освещение вопросов развития возобновляемых источников энергии в России и энергетики Дальнего Востока награждается Евгений Макаров. Дмитрий Сергеевич, вручите. Ну, а вторым фильма был, кстати, Сергей Борисович Брюлев. Спасибо. В специальной номинации от Оргкомитета форума «Российская энергетическая неделя» за взвешенное и объективное освещение новостей ТЭК награждаются Юлия Юлина, Интерфакс. Вручает Александр Валентинович. Да, ее коллега сейчас будет передавать ей также приз. Дмитрий Марокко, Россия-24. Спасибо. Павел Краснов, Первый канал. Спасибо. И Петр Марченко, РЕН-ТВ. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, на этом наша церемония завершается. От имени Ассоциации «Глобальная энергия» я приглашаю всех на вручение главной энергетической премии. Состоится она завтра в 10 часов на сессии «Мировой нефтегазовый рынок. Как пройти период турбулентности?» Будет она проходить в зале пленарной. Вот Сергей Борисович Брюлев ее как раз будет и модерировать, и уже анонсировал этот формат. Всех благодарю победителя конкурса Александра Валентиновича, Дмитрия Сергеевича, что приняли участие. Всех членов жюри за то, что каждый год очень принимаются взвешенные решения. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин